Друзья, всем привет! Добро пожаловать на наш канал! У нас декабрь сейчас, и декабрь это такой суетливый месяц. Нам нужно успеть убрать дом к Новому году, нам нужно украсить, поставить ёлку к Новому году. Ну, конечно же, нам нужно не забыть приготовить ужин, завтрак, обед, накормить вкусно себя и близких. И я хочу продолжать рубрику на канале, делать её чаще. Рубрика с обычными рецептами на каждый день. То, что я готовила в течение двух недель, я вам записывала, и в этом видео я хочу с вами поделиться этими рецептами. Вы меня просили побольше рецептиков, поэтому вам пожелаю приятного просмотра. Ну, а мы начинаем первый рецепт. То, что мы готовим каждый день. Вот такой вот супчик. Здесь у нас было в заморозке мясо, курица с ножками, ой, с косточками серединка и ещё часть грудки. Вот это вот. А вот эти вот части, я когда они сейчас сварятся, я их разделю, косточки уберу и мелко нарежу уже туда эту курицу. И ещё на второе. Сейчас я варила компот, уже почти выпили. И сейчас поставлю в духовку со сливочным маслом. Всё просто. Наггинсы. Наггинсы мы покупали в спаре, не знаю, не пробовала. Просто ставим на сливочном масле их, и они будут готовы, будет очень вкусно. Для зажарки у нас пойдёт. Вот такая вот мне Серёжа много сделал. Морковка. Вот такая вот лучок, помидорка. И всё. Так, у меня мясо почти курица сварилось, и я обжариваю вот здесь вот помидорку, морковку и лук. Я решила сделать с макарошками, чтобы суп был посытнее. Макарошки я буду использовать маленькие. Так, сейчас, у меня, по-моему, вот здесь. Всё, покажу, как они выглядят у меня. Вот, да, вот такие вот буду использовать чуть-чуть. То есть нам капуста не нужна будет. И ещё я сейчас почищу пять штучек мелко, нарежу картофеля. И всё. А ещё из приправ. Добавляю вот такую приправу. Сейчас я её открою, покажу. Лавровый лист куриного бульона. Добавляю приправу. Вот так вот она выглядит. И ещё лавровый лист я добавлю. Больше ничего. Ну, естественно, чуть-чуть перчика поострее, чтобы было. И соль. Кинула здесь картошечку мелко нарезанную. И вот эти вот зажарку овощи. И теперь нарезала мелко курочку. И добавляем курочку туда. Макарошки я добавляю за пять минут до готовности. Сейчас суп сделается. Покажу вам, что получилось. Вот обед у меня получился. Здесь у меня кабачковая икра. И здесь у меня огуречек, наггинсы и сырный соус. А суп у меня ещё готовится. Давайте вместе сготовим. Я решила сегодня сделать, надо воду слить немножко. Это филе бедра. Целая упаковка у меня здесь. Я решила сегодня сделать курочку на гриле. Сейчас буду делать буквально три кусочка, чтобы сейчас Серёжа у меня поел и потом я поем. Люблю её, потому что она немножко жирком и она нежная получается. Её можно ещё отбить. И остальное я ставлю вечером на шаурму. И буду делать тоже шаурму на гриле. Всё вечером тоже покажу быстренько. Мы добавляем лук. Так, стоп, воду сейчас солью. Перчик. Приправа вот такая у меня идёт. Я вчера её купила, она идёт для курицы. Здесь идут молотый имбирь, сладкая морковь, измельчённый чеснок и лук. Ещё я добавлю ещё одну приправу, так как я буду готовить на гриле. Для гриля возьмём вот такую вот приправу, она тоже очень вкусная. Так, здесь чуть-чуть остаюсь. Также я хочу добавить сладкий молотый перец. Сейчас покажу. Красный перец, паприка копчёная. Вот так вот он выглядит. Так. Немножечко масла. Так как это будет на гриле, чтобы не пригорело. Так как я жарю всегда без масла. Так. И немножко майонеза. А вот масла надо ещё чуть-чуть. Так. Самое главное. Выдавлю вам чесночок. Теперь мы с вами, как всегда, всё чайно перемешиваем. Давайте вместе поставим готовить. Я поняла, что я обожаю новогодние влоги и даже готовить. Потому что это такая особая любовь. Когда вот такая вот красота на кухне и везде. И ты готовишь в этой красоте. Это просто супер. Лук убираю. Лук, естественно, он просто сгорит. С майонезом на гриль я ещё не делала. Отправляем. А остальное мы здесь у меня осталось. Раз, два. Тоже четыре кусочка. Оставляем на вечер. С майонезом на кухне. И вот что у меня получилось. Вот такая корочка на гриле. И всем, кто кушает, приятного аппетита. Мы сейчас будем кушать. Давайте сделаем с вами подливу из грибов в сливочном соусе. И мы будем с гречкой. Можно с макаронами, с гречкой, с рисом. Кто как любит. Нам нужны две упаковки грибов, чтобы подлива было побольше. Ещё можно добавить туда грудку, но мы добавлять её не будем, потому что у нас просто заморожено. Один лук, сметана и сливки вот такие маленькие. Сейчас всё порежем, вам покажу. И мы решили добавить в морковь, поэтому обжариваем лук с морковью. И здесь у меня вот нарезаны вот такими вот маленькими штучками грибы. Давай отдельно на полоску сделаем. Вот так вот. Сейчас поджарим немножко лук с морковью. Немного. И уже добавим грибы. Друзья, доводим почти до готовности. Всё вместе с грибами. Я закрыла крышкой, протушила. Где-то минут 30. Грибы готовы почти что. Кладём 2 столовые ложки. У меня вот такие вот сметаны. Посолить, поперчить. И сливки вот такие маленькие, 10-ти процентные. И где-то 5-7 минут тушим, чтобы образовалась такая подлива. И всё, выключаем. Готово. Я здесь ещё варю гречку. Миво получилось очень вкусное. Я её прям вот так грею и так кушаю. Можно с гречкой, но мне нравится вот так вот её есть. Утром мы кушали с гречкой. Мы сейчас с вами уже будем делать следующий рецепт. Это вот всё, что осталось. Мы вчера вечером сделали. И сегодня её уже нет. Грибы. Нам очень понравилась такая подлива. Но мы решили тут немножко экспериментировать и добавить некоторые ингредиенты. Грибы у нас белые. Мы собирали их летом. Я их обжариваю. Отдельно обжариваем. Но я буду вместе обжаривать. Сейчас обжарю грибы. А так, в принципе, можно отдельно обжарить. Курочку. Вот у нас грудка одна штучка. Морковь, у меня есть заморозки и лук один для такой подливы точности. Добавляем курочку и грибы. У нас не шампиньоны, а лесные грибы. И также нам нужна та же всё сметана, как из прошлого рецепта. И нужны будут сливки. Жарились. Я добавляю курочку. Сейчас она даст воды. Всё упается. Немножко поджарится. И последним этапом я добавлю морковь и лук. И буду 10 минут тушить на медленном огне. И потом уже залью соусом. И покажу вам, что у меня получилось. Добавляем сметану. 3 столовые ложки я добавляю 20%. И также маленькую упаковочку сливок. Всё перемешиваем. Соль, перчик. Можно какую-нибудь курицу, приправку добавить. И паприку я сейчас чуть-чуть добавлю. Всё. И готово. Я уже протушила. Сейчас на медленном-медленном огне. 5 минут. Чтобы загустело соус. И вот такая вкусняшка у нас будет готова. Ну что. Вот такие вот у нас рецепты сегодня получились. Пишите в комментариях, что вы добавляете, если делаете такие блюда. Может какие-то приправы или какие-то овощи, мясо, допустим. Вот подмигу в последнюю. Который я вам показывала фрагмент. Но я буду с вами прощаться. До следующего видео. Спасибо вам огромное. Прям огромное спасибо за обратную связь, что вы мне пишете. Я всё читаю, всё лайкаю. И скоро с вами увидимся в новом видео. И будем продолжать наш насыщенный декабрь. Игорь Негода. Игорь Негода.